Судя по всему, внезапный уход Александра Сидякина так сильно повоздействовал на психику Ради Фаритовича, что Хабиров не выдержал и ушел в краткосрочный отпуск. На моей памяти это уже пятый краткосрочный отпуск в 2021 году, нервишки у Ради Фаритовича не к черту. Совершенно неожиданно в кадре оперативного совещания вчера в понедельник оказался Назаров, ну неожиданно для меня, для него, наверное, нет, и Назаров закатил неимоверно длинное совещание аж на 2 часа и 7 минут. Честно говоря, я опасался, что совещание будет скучным и непонятным, однако это оказалось не так, несмотря на то, что веселья на этом мероприятии было существенно меньше в отсутствии Ради Фаритовича, который где-то далеко в Венских лесах, видимо, осмысливал случившееся и планировал будущее, но содержательная часть мероприятия этого совещания было существенно более наполненным, чем в предыдущих совещаниях, потому что Назаров довольно мало говорил и много слушал, но и нам удалось послушать докладчиков на довольно важные темы. Республика Башкортостан Несмотря на то, что она устроила на форуме совершенно феерический, помпезный стенд, при этом ничего нового представлено на форуме не было, никаких наград республика не получила, даже маломальской грамоты. Очевидно, что Республика Башкортостан провалила проект, национальный проект «Безопасные и качественные дороги», ну и, собственно, все, что там было представлено, было уже не первой свежести. Наряду с этим Назаров заверил нас, что восточный выезд будет закончен, и к 2023 году, Несмотря на предположения о проблемах с финансированием этого объекта, он утверждает, что к 2023 году восточный выезд будет завершен, а к 2030 году будет завершено так называемое «Железнодорожное кольцо» вокруг города Уфы. Этот проект тоже уже некоторое время обсуждается с руководством РЖД, и, в общем, куда-то все это движется. Ну, посмотрим, по поводу восточного выезда действительно были опасения и предположения. Если все так, как говорит Назаров, то беспокоиться не о чем. Завершая вступительное слово, Назаров сообщил нам об изменениях в антиковидном законодательстве Республики, в частности о том, что с 1 декабря в гостинице города Уфы и Республики нельзя будет заселиться без наличия документов о вакцинации либо медицинского отвода, и о том, что массовые мероприятия в закрытых помещениях теперь разрешены с 70-процентным наполнением, но также с предъявлением документов о вакцинации. Вот последнее нововведение совершенно непонятно на фоне возросшей заболеваемости в РФ и возросшей смертности. Почему увеличили квоту на закрытые мероприятия, совершенно непонятно. Но, как я уже говорил ранее, тут, судя по всему, присутствует некая распасовка и ротация мероприятий, где-то ослабляет, где-то усиляет. Далее Назаров перевел оперативное совещание в рабочий режим и пошел по списку выступлений. Надо отметить, что это оперативное совещание, несмотря на рекордный хронометраж, шло строго по плану. Единственное, что в конце оперативки, и я буду об этом отдельно говорить, Назаров сказал очень интересные и важные вещи о господине Сидякину, но об этом потом. Первым по расписанию, как обычно, выступал Забелин Максим Васильевич, который сообщил нам оперативную информацию по COVID-19. В Республике Баскартостан, по словам Забелина, преодолела психологический барьер в 100 тысяч заболевших, и, по словам министра здравоохранения, уже 101 тысяча человек в Башкирии болеет или переболела COVID-19 за истекший период. Коечный фонд для лечения COVID-19 резко уменьшен. Мы помним о том, что в пиковые моменты он достигал 8 тысяч коек. Сейчас, по словам Максима Васильевича, у нас около 4 тысяч коек, из них 22% свободны. Это, конечно, звучит обнадеживающе, но совершенно не вяжется с тем, что и количество заболевающих у нас существенно больше, чем, например, в предыдущую волну, и смертность существенно больше. 675 человек заболело за только последние сутки. Но, тем не менее, вот такая вот арифметика у Забелина. По вакцинации он сообщил, что на данный момент первым компонентом вакцинировано 76% населения, подлежащего вакцинации, и 65% от того же самого населения, подлежащего вакцинации, завершили вакцинацию вторым компонентом, и это 1 миллион 616 тысяч человек. Отмечу, что Забелин никак не прокомментировал и не упомянул вспышку заболевания COVID-19 в одном из детских садов, а также не стал комментировать и дефицит вакцины «Спутник Лайт». То ли этот дефицит был преодолен, то ли решили об этом не говорить. Анна Андреевна Казак, которая в понедельник справлялась в день рождения и выступала в рамках доклада Забелина, сообщила, что ее ведомство приостановило деятельность в общей сложности 21 предприятия по причине нарушения ковидных ограничений. Я не знаю, считать ли это достижением, много ли это или мало, сравнивать трудно, данных по другим регионам у меня пока нет. Резюмируя доклад Забелина по ковиду, Назаров сказал, что, дословно цитируя, мы видим стабилизацию ситуации в регионе, и в целом она идет на спад. Но ситуацию надо мониторить и быть готовым к росту заболеваемости. Конец цитаты. Ну, прямо скажем, обтекаемая формулировочка. В общем, и то, и другое верно, хотя я бы усомнился в спаде заболеваемости, потому что общероссийская статистика говорит нам о противоположном. Также Андрей Геннадьевич заверил нас, что 11 декабря, с небольшим запозданием в 11 дней от обещанного ранее, начнется строительство двух ковидных госпиталей в Сибае и в Туймазах, что позволит окончательно разгрузить систему медицинского обеспечения в Республике Башкортостан и позволит начать делать плановые штатные операции и всевозможные манипуляции. Тут ведь, как говорится, проблема двояка. То, что боролись с ковидом, это правильно, а то, что перестали лечить людей от всех остальных болезней, это, конечно, вызывает определенную тревогу. Вторым вопросом, как обычно, шел триединый доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Алан Викторович Морзаев в этот раз нас ничем не удивил и, собственно, ничего особенного не рассказал. Ему пока везет, снег выпадает и тут же тает, ничего не заметает. Я уже почти стихами заговорил, но посмотрим, как будет дальше. Посмотрим, как будут справляться муниципалитеты со снегом. С техникой и ее покупкой в этом году было не очень. Старая техника выходит из строя, и вот это не может нас не беспокоить. Но пока снег успевает растаять. В этот раз дали слово господину Булышеву Александру Владимировичу, министру дорожного строительства и транспорта. Назаров не испугался страшных цифр смертности на дорогах, и мы выслушали. Министра Булышева за истекшую неделю случилось 49 ДТП, пострадало 60 человек, погибло трое. Математика всего за 2021 год с нарастающим итогом мы имеем 434 погибших на дорогах Башкортостана. И даже еще ноябрь не закончился. Таким образом, математика нам прогнозирует достижение цифров 500 погибших за 2021 год всего. И это на 20% превышает установленный порог, который установил сам Радзи Фаритович и на который намекал Владимир Путин. Ну, вот такова реальность. Также Булышев нам рассказал о 12 тысячах выявленных пьяных водителях за 10,5 месяцев отлова. Если предположить, что удается выявить от 5 до 10% только пьяных за рулем, понятно, что сотрудники ГИБДД не могут выловить всех этих негодяев, то, предполагая подобную пропорцию, мы получаем совершенно ужасающую картинку о том, что у нас больше 100 тысяч человек в год выезжают на дорогу в нетрезвом состоянии, за рулем и представляют из себя смертельную угрозу. Вот с этой бы проблемой всерьез начать бороться. Но, в принципе, наверное, Радзи Фаритовича не до этого. Отмечу также некое недоумение, которое меня настигло в ходе доклада господина Булышева. Я ждал от него рапорта о готовности улицы Комсомольской, завершение вот этого многострадального трагического процесса, который они называли даже не ремонтом, а реконструкцией. Я вчера вечерком специально прокатился по Комсомольской, но, честно говоря, праздничной атмосферы не заметил. Улица темная, с фонари не горят, асфальт худо-бедно положен, от разметки под ним не видно. Ну, собственно, непонятно, что там произошло. То ли приняты работы, то ли не приняты работы. Пожалуй, что пора Булышеву уже начинать отчитываться на эту тему, потому что 20 ноября, которое было намечено очередным сроком сдачи этого объекта, уже, собственно, миновало. Судя по всему, повестка оперативного совещания формировалась еще тогда, когда Радий Фаридович не планировал уйти во внезапный отпуск. И вот эти докладики, которые последовали дальше, они были явно приготовлены для ушей Радия Хабирова. Почему я так говорю? Потому что складывается впечатление, что стояла задача изо всех сил порадовать дорогого Радия Фаридовича. Но так как Хабирова на оперативном совещании не было, радоваться, видимо, пришлось Назарову, но и, собственно, нам. Однако вам решать радостно это все или смешно, давайте подумаем об этом. Третьим вопросом оперативного совещания был доклад о деятельности государственного муниитарного предприятия телерадиокомпании Башкортостан и планах развития на 2022-2024 год. Докладчиком был генеральный директор ГУП ТРК Башкортостан Зарафудинов Рустам Решатович. В узких кругах этот деятель имеет кличку Зарик. Зарик этот в прошлом был аж пресс-секретарем президента республики Татарстан, потом его пригласили сюда еще при Хамитове. Он работал какое-то время где-то там в администрации, потом его пристроили в этот ГУП ТРК Башкортостан, и теперь он у нас генеральный директор башкирского телевидения всего. Предварил доклад Зарика Андрей Геннадьевич Назаров упоминанием того, что буквально накануне случился день телевидения, а еще и 20 лет исполнилось башкирскому спутниковому телевидению. В общем, видимо, было о чем поговорить. Зарик начал свой доклад с того, что в холдинг ГУП ТРК Башкортостан входит несколько радио и телекомпаний, в том числе радиостанции «Елдаш», «Спутник-ФМ» и «Ашказар», а также некие телекомпании, о некоторых из них я услышал, честно говоря, впервые. Это телекомпания «Тамыр», «Салям», «БСТ» и «Курай-ТВ». И, собственно, вот этому «БСТ» исполнилось 20 лет. Зарафудинов стал нас убеждать, что в последнее время растет аудитория вот этих всех телекомпаний, даже заявил о том, что в социальных сетях больше миллиона подписчиков у аккаунтов этих телекомпаний, а также он заявил, что у «БСТ» аудитория составляет, внимание, 40 миллионов человек. Ну, в этот момент я с хохотом упал со стула, попробовал было обратно взобраться, но Зарик был неумолим, и пока я пытался встать, он успел заявить, что «БСТ» занимает шестое место в Российской Федерации по популярности среди телеканалов. Ну, то есть, оставив после себя далеко «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «ТНТ», «Пятницу» и многие другие известные каналы, «БСТ» заняло шестое место, ну, исключительно в воображении самого Зарафудинова, суть по всему, либо по какому-то покупному рейтингу. В общем, я с трудом смог восстановить свое внимание, а Зарик продолжал. Главным достижением «БСТ» и башкирского телевидения в последнее время Зарафудинов считает трансляцию прибытия звезды героя Шеймуратова и шоу с Элвином Греем. Вот это «Ял Моно», которое Зарафудинов назвал уникальным проектом. Ну, что там уникального, совершенно непонятно. Но, в общем, тем не менее, вот каковы достижения таковое телевидение. Зарафудинов с гордостью заявил, что в 2020 году ГУП ТРК наконец-то перестала быть нерентабельным. Что вкладывает и какое понимание вкладывает господин Зарафудинов в термин «рентабельность» осталось непонятно. Дело в том, что, по его же словам, чтобы перестать быть нерентабельным, ГУП ТРК «Башкортостан» должно было получить 716 миллионов рублей из бюджета республики. Я что-то не понимаю, о какой рентабельности идет речь, если республика на 716 миллионов датирует вот это вот странное объединение телевизионных каналов. Причем 357 миллионов из этих денег были страчены на зарплату, 229 миллионов были страчены на услуги связи и 130 миллионов Зарафудинов умудрился истратить на коммунальные услуги, ГСМ, командировки и прочие удовольствия. То есть, о какой рентабельности идет речь, если на основные задачи компании, на свет, газ, тепло, коммунальные услуги, зарплату и услуги связи были страчены практически все 700 миллионов дотаций. При этом тот же Зарафудинов, ничтоже сумняшися, рассказал нам о рекламных доходах вот этого телевизионного холдинга, которые, собственно, и должны составлять, наверное, основной костяк вообще существования телекомпании, то есть все телевидение и радио мира живут на рекламных поступлениях. Так вот, эти рекламные поступления, помимо того, что они резко сократились в последние годы, они вообще составляют ничтожный процент от того, что вообще тратит вот этот холдинг. То есть, вот помним, да, 716 миллионов в год ГУПТРК получают из бюджета республики, это еще без тех заказов, которые отдельно оплачивает власть там на рекламу самой себя. Так вот, рекламные поступления у него в семнадцатом году 103 миллиона, в восемнадцатом 102, в девятнадцатом всего 99, в двадцатом 77. То есть, речь идет о том, что рекламные поступления не составляют даже 10% того, что тратит Зарафудинов на вот этот вот чудовищный холдинг ГУПТРК Башкортостан. Но, согласитесь, о какой рентабельности вообще идет речь? Ну, тем не менее, вот так вот с гордостью заявил Зарафудинов. И тут, дальше продолжая свой доклад, конечно, Зарик сильно прокололся, потому что он пообещал восстановить доковидные показатели рекламных поступлений к 2024 году. В этот момент Назаров напомнил Зарафудинову, что Владимир Путин поручил восстановить вообще показатели экономики к 2022 году, а, соответственно, у башкирского телевидения появится потенциальная возможность получать больше рекламных денег от предприятий. Зарик замкнулся, запнулся и наивно пообещал постараться. Ну, вообще, вот выглядело это совершенно несерьезно. Вообще, какие проблемы, Зарик? У тебя вот этот холдинг и БСТ, аж шестое по России телевидение. Ты вообще должен деньги лопатой грести. Шестое по России телевидение. Тут отбоя не должно быть в рекламодателях. Но почему-то все вот так печально. Резюмируя доклад Зарафудинова, можно сказать, что вообще он был о том, как ловко ему удается тратить государственный миллиард, о том, как ему уютно с Элвином Греем устраивать всякие вторичные шоу типа «Ялмано» за 30 миллионов, подаренные Радием Хабировым, и о том, как не приставайте к нам с этой рекламой, мы все равно вам не покажем, сколько мы на этом зарабатываем. Вкратце это звучало примерно так. Но у меня в связи с тем вопрос к зрителям нашим. А вы вообще смотрите БСТ? Вам ощущается, что это шестое по значимости телевидение в Российской Федерации? И как вы считаете, должны ли мы отдавать из бюджета миллиард каждый год на это странное явление, как башкирское телевидение, ГУБ, ТРК, Башкортостан? Может быть, этот миллиард направить на какие-то более богоугодные мероприятия? Ну, хотя бы людей с орфанными заболеваниями начать снабжать должным количеством лекарств? Отсмеявшись, перешли к серьезным вопросам. Четвертый вопрос оперативного совещания был действительно очень важным и действительно описывал в полной мере то, что происходит в области долевого строительства. И вопрос этот был о ходе восстановления прав граждан, участников долевого строительства. Доклад делал заместитель министра строительства и архитектуры, тот самый Ковшов Артем Васильевич, которого прочили в последнее время в главу Уфимского района, но в связи с уходом Сидякина не знаю, получится ли этот проект. Заранее оговорюсь, что с информативной точки зрения доклад Ковшова был безупречен. Много вопросов к самому процессу, но то, какие цифры и в каком порядке нам дал Ковшов, является, на мой взгляд, примером внятности и четкости подачи информации. Оставим за скобками оценку того, что происходит. Я говорю о форме. Так вот, Ковшов начался со статистики, и она выглядела достаточно четко. На данный момент 114 объектов, примерно 4000 квартир, считаются у нас проблемными и включены в реестр обманутых дольщиков. 64 объекта из этих 114 взял на себя Федеральный фонд защиты прав граждан, пострадавших в ходе долевого строительства, так называемый Дом РФ. 64 объекта он берет на себя, 43 из них достроят, 21 объект достраивать не будут, и по ним выплатят компенсацию. На данный момент уже выплачены компенсации по 8 домам. 18 объектов достроят силами республики и самих застройщиков. 22 объекта исключат из реестра, они либо достроены, это 9 объектов, либо в них не оказалось дольщиков, это 13 объектов. Вот это странная история. Как-то так, сначала их включили в реестр, а потом выяснилось, что там нет дольщиков. Либо дольщиков там не стало, по какой-то причине. И 10 объектов на данный момент зависло, по ним ждут решения, решение не принято, Дом РФ будет рассматривать на следующий год дальше эти объекты на достройку, либо выплату компенсаций. Отмечу отдельно, что из этих 10 объектов есть несколько очень крупных. На данный момент, по словам господина Ковшова, более тысячи пострадавших, то есть тысячи квартир, получили компенсации в общей сложности на полтора миллиарда рублей. Денежная компенсация – это те дома, которые решено не достраивать, где будут выплачены деньги. Несложно посчитать, что в среднем люди получили компенсацию в полтора миллиона рублей. Вот тут у меня вопрос. Что можно купить на эти деньги теперь, потому что люди все-таки собирались покупать квартиры, и несколько лет они мучились, пытаясь сначала получить квартиры, потом пытаясь вернуть свои деньги. Вот на данный момент они вернули в среднем по полтора миллиона рублей. Что теперь можно купить на эти деньги? Ну, ответ простой – 15-20 квадратных метров жилья по нынешним существующим ценам. В общем, этот вопрос непростой, и мы к нему еще вернемся в ходе обсуждения этого доклада. Далее Ковшов перешел к конкретным проблемам с конкретными объектами. Заговорили о ЖК Московский. Это четыре дома, которые не достроил Кирилл Бадиков. Это очень крупный объект, там чуть ли не две тысячи дольщиков на этом объекте. И он, Ковшов, пообещал, что наблюдательный совет фонда Дом.РФ рассмотрит этот объект примерно где-то в первом-втором квартале 2022 года. Ну, прямо скажем, обещание весьма обтекаемое. Ну, посмотрим, насколько оно удовлетворит дольщиков ЖК Московского. Странно то, что ни одного дома, который достраивают, как было сказано, силами республики, либо застройщиков, не расположено в городе Уфе. При том, что в Уфе 34 проблемных объекта долевого строительства. И вообще, интересна география. Вот 34 объекта в Уфе, 41 объект в Уфинском районе. Ну, по известным причинам. То есть, там находится, например, Миловский парк. 8 домов в Иглинском районе, 9 домов в Стрельтамакском, 7 домов в Кармаскалинском, по 2 в Ишимбайском, Буздягском, Гафурийском районах в городе Училах и Октябрьском. И по одному объекту проблемного строительства в городе Салават, Нефтекамск, Благовещенск, в Чешминском районе и в Туймазинском районе. Вот такой вот расклад по Башкирину. Объяснимо, что Уфа и Уфимский район – это половина всех объектов, которые вообще попали в эту категорию. Но странно, что в Уфе республика не достраивает ни одного дома. В ходе своего доклада Артем Ковшов посетовал на то, что некоторые дольщики недобросовестно представляют информацию и документы о своем положении в этой истории. Также он сообщил о планах достраивания домов и вообще решения этой проблемы по Уфе. По компании Бадикова «Госстрой» – это 9 домов. Решение будет 22-23 год, Белая река – 22-й, дом на Ленина – 22-й, и Эрмитаж на Комсомольской – 22-й год. Вот это отдельно Ковшов рассказал нам про подвиги Кирилла Бадикова. Также идет оформление масштабного инвестиционного проекта как способа решения проблемы по объекту Капитал Хаус. И по 11 домам цветов Башкирии, жилого комплекса «Цветы Башкирии» идет процесс, где через суд наш Минстрой пытается и стремится заменить застройщика, потому что прежний застройщик сопротивляется этому процессу, видимо, все еще, надеясь, получить какие-то деньги с этого проекта. Отдельно Ковшов остановился, но на Миловском парке. Ну, понимаем, да, что Артем Ковшов – человек непосторонний для Миловского парка и вообще для Уфинского района. Так вот, по Миловскому парку он заявил такую вещь – 12 домов сдадут в 2022 году, а 8 домов сдадут в 2023 году. Это по Миловскому парку. Всего там 21 недостроенный дом. Вот тут у меня вопрос. Артем Васильевич, а кто застройщик? Кто там будет строить? Можно поконкретнее? А там точно начались работы? Что-то, честно говоря, как тот, опять по Миловскому парку, не очень верится. В целом, вот все вот это великолепие, вся вот эта работа по решению проблемы обманутых дольщиков обойдется разного уровня бюджетом Республики Башкортостан и Российской Федерации по Башкирии в 9 миллиардов рублей. Вот вдумайтесь в эту цифру. То есть государство сейчас истратит на решение этой проблемы 9 миллиардов рублей. В том числе 1 миллиард мы истратим из бюджета Республики. То есть сейчас получается такая картинка. Кто-то когда-то и как-то умыкнул 9 миллиардов рублей. А теперь мы, налогоплательщики, заплатим за эту историю. Можно ли это считать достижением для Минстроя и лично для Артема Ковшова, я точно не знаю. Но, возможно, государство должно заниматься немножко другими вещами. Может быть, государство должно складывать ситуацию и обстоятельства, и условия для бизнеса так, чтобы подобные злоупотребления были невозможны. Чтобы какой-нибудь Комлев не мог куда-то бесследно испарить 2 миллиарда рублей, которые принесли ему в руках дольщики. Ну и прочие, значит, застройщики, которые не исполнили своих обязательств, тоже не могли этого сделать. Нет, государство у нас почему-то, оно доброе и щедрое, оно благосклонно смотрит на всех этих Комлевых, Богудиновых, Бадиковых и прочих, которые, вот они, кстати, только руку протяни. Нет, они ничего никак не ответили за все это. Но государство из нашего с вами кармана достает деньги и достраивает вот эти объекты, потому что дольщики, ну, уже очень уж стали обеспокоить власти. Нет, дольщиков понять можно. Они обманутые, пострадавшие. Но почему за наш счет-то решаются эти проблемы? Почему эти проблемы не решаются за счет Бадикова, за счет Комлева, за счет Богудинова? Давайте спросим их. Нет. Вот об этом ни полслова не сказал господин Ковшов, но подумайте, сколько полезного можно было сделать на 9 миллиардов рублей. Очень много полезного. Вот на БСТ мы миллиард отдаем, на дольщиков 9 миллиардов. Уже 10, да? Многовато, по-моему. Завершая свой феерический доклад, Артем Васильевич Ковшов заявил жестко и однозначно, что к 2023 году проблема обманутых дольщиков в Башкирии будет решена. Назаров внимательно слушал Ковшова, улыбаясь, переспросил его про дату действительно к 2023 году. Ковшов поклялся всем, чем только мог. И дальше Назаров задал, на мой взгляд, очень важный вопрос о том, как формируется цена выкупа. Дело в том, что выкупая вот эту недвижимость, ну, которая не случилась, фонд Дом.РФ формирует цену в каждом отдельном случае по-разному и очень часто те дольщики, которые получают деньги вместо жилья, недовольны суммой, которую они получают. Я уже обмолвался о том, что в среднем пока не получают полтора миллиона рублей и что на эти деньги можно купить. Тут Ковшов заявил совершенно фантастическую вещь. Он сказал, что вот, например, по Иглино выкупают по 45 тысяч за квадратный метр и ФРЖС продает сейчас жилье по 40 тысяч. А также стартует выкуп жилья в Серебряном ручье по 65-70 тысяч. И ФРЖС, значит, в Уфе продает жилье по 49 тысяч. Тем самым Ковшов заявил, что выплачиваются деньги, которых, как он сказал, цитирую, более чем достаточно, чтобы приобрести жилье у государственного застройщика. Прямо скажем, Назаров задал очень важный вопрос, а Артем Васильевич здесь отчаянно покривил душой. Получается так, что люди покупали жилье или планировали получить жилье в нормальных городских районах, а теперь Артем Васильевич предлагает им купить жилье по сносной цене в местечке под названием Кричи-не-Кричи. То есть там, где вообще никто жить не собирался никогда, ФРЖС строит там какие-то объекты. Ну, теперь там кто-то, видимо, собирается жить, судя по их логике. И вот там по 49 тысяч, где по 49 тысяч можно купить в Уфе жилье? Подскажите мне, может быть, уже туда народ сейчас побежит прямо с деньгами. Честно говоря, вообще не верится в это. Также Ковшов заявил концепцию Минстроя, процитирую его, «Нам спокойнее, когда граждане используют средства или сертификаты для приобретения жилья у государственного застройщика». Конец цитаты. Ну, оно, конечно, спокойнее. Но, честно говоря, вот такая постановка вопроса напрочь убивает всякую конкуренцию в строительной отрасли, но и приведет только к росту цены. Ну и, как говорится, государство плохой менеджер. Соответственно, мы понимаем, какие государственные застройщики. Вот на примере, например, ЖК Менделеевский. Может быть, туда нужно обратить свое внимание Артему Васильевичу Ковшову и понять, что там происходит с этим Менделеевским треугольником. Там, кстати, государственный застройщик. Резюмировал доклад Ковшова-Назаров достаточно миролюбиво. Сказал он буквально следующее. «Мы сдвинули эту проблему с мертвой точки и не сомневаемся, что она будет решена». Ну, я тоже не сомневаюсь, если честно, что она будет решена. При помощи всей мощи и финансов государства российского можно решить почти любую проблему, но особенно за наш счет. Вкинуть туда еще 9-10 миллиардов, и она будет решена даже, может быть, повторно. Случился в этот раз на оперативном совещании и доклад Ленара Хакимовны Ивановой. Как-то давненько ее не было, вообще появляется она редко. Вокруг ее карьеры сгущаются в последнее время тучи. И вот решили заслушать ситуацию на рынке труда в Республике Башкортостан. Именно так назывался доклад Ленара Хакимовны. Предваряя ее доклад, и ей Назаров напомнил о том, что Путин повелел к концу 21-го года восстановить занятость в Российской Федерации до уровня 2019-го года. Иванова, готовя доклад для дорогого Радия Фаритовича, в принципе была очень готова к подобной постановке вопроса, заявила сразу же и в лоб, что, цитирую, анализируя данные, можно сделать вывод об улучшении ситуации. Численность безработных, по мнению Ленара Хакимовны, в Республике Башкортостан за текущий год снизилась аж на 40%. Безработица упала с 6,5% до 4%. И у нас осталось только 28 тысяч безработных на 1 ноября. Причем на 1 же ноября в банке вакансий было аж 58 тысяч вакансий. То есть вдвое больше, чем безработных. У каждого безработного как минимум два варианта выбора работы. Чудеса. Это сказка какая-то. Причем минимальная безработица, по мнению Ленара Хакимовны, отмечается в Сибае, Бурзиане, Взилайире и Бирском районе. Сибайцев точно знают об этом? У них все хорошо с работой, вообще нет проблем с трудоустройством в Сибае. Чудеса. Ну, максимальная безработица по версии Ивановой у нас традиционно в Агиделе. При этом надо отметить, что на борьбу с безработицей Ленара Хакимовна потратила в этом году 4 миллиарда рублей. Собственно, каким образом доблестная министр труда, семьи и социальной защиты боролась с безработицей? Может быть, она организовывала рабочие места? Может быть, она осуществляла инвестиции, которые нам дали новые предприятия и новую занятость? Нет. Ленара Хакимовна за 4 миллиарда бюджетных денег совершала профессиональное ориентирование, трудоустройство инвалидов, участие в общественных работах и содействие началу предпринимательства. Вот это что такое, вообще непонятно. 4 миллиарда рублей, задумайтесь. Вот эта женщина пустила на ветер, изображая снижение уровня безработицы в Республике Башкортостан. Вот не знаю, как это все резюмировать. Назаров, кстати говоря, не стал вообще комментировать доклад Ивановой. Но, на мой взгляд, если власти собираются ничего не делать, а только отчитываться, то вот это яркий пример того, как это происходит. У Ленара Хакимовны в Багдаде все абсолютно спокойно. Помимо 20-летия башкирского спутникового телевидения, на минувшей неделе случилась еще и годовщина открытия Центра управления регионом. Видимо, в связи с этим на арену цирка была приглашена Елена Анатольевна Прочаковская, начальник управления администрации главы по социальным коммуникациям. И она сделала доклад об итогах работы Центра управления регионом за год минувший. Перед докладом Назаров и ей тоже напомнил о том, что организация и устройство ЦУРов в регионах – это тоже задача Путина. Как-то немножко Андрей Геннадьевич злоупотреблял вот этим пуганием своих подчиненных Путиным. Каждому из них он сообщал о том, что задачи, поставленные перед конкретным их ведомством, уже определены главой государства. Описывая работу Центра управления регионом, ну, по крайней мере, той ее части, которой занимается Прочаковская, она начала с каких-то совершенно необъяснимых выражений, я процитирую дословно, а вы вот как хотите, так и понимаете. У нас снижается плановое количество обращений по плановым видам нашей деятельности. Конец цитаты. Это вообще вот что? О чем сказала Прочаковская? Совершенно непонятно. Ну, собственно, как вся ее деятельность, которая, ну, абсолютно не имеет никакого смысла, ну, по крайней мере, для нас, для них-то имеет, там, на этом деньги зарабатываются и прочее. Так вот, как вся эта деятельность и описание этой деятельности не может быть внятным, иначе мы поймем, что это абсолютная чушь. Прочаковская сообщила нам, что Центр управления регионом состоит из информационного блока, блока экономической аналитики и блока социальных коммуникаций, то есть, чем она сама и занимается. Задачами всего этого конгломерата становится информирование населения о планах властей, и вовлечении населения в принятие решений, анализ экономической целесообразности, решение проблем, заявленных жителями, это очень смешной пункт, и работа с обращениями граждан и создание тепловой карты региона. Особенно меня, конечно, растрогал вот этот пункт. Анализ экономической целесообразности, решение проблем, заявленных гражданами. То есть, граждане, значит, там заявляют какие-то проблемы, рассказывают, а Прочаковская сидит такая, думает, да не, Абзе, зачем тебе колодец, обойдешься без колодца, да и вам газ тоже не нужен, далеко тянуть, вас я вообще забаню, вы ради Фаридовича ругаете. Вот примерно так, видимо, определяется. Целесообразность, так как уже шел второй час оперативного совещания, Прочаковская это, очевидно, чувствовала, и потому заявила, что она понимает, что все устали, и потому она о задачах ЦУРа говорить не будет. Дальше она проговорилась о количестве работников в ЦУРе, вот только в ее подчинении находится 61 человек. Честно говоря, я не ожидал, что так много, потому что, ну, каждый из этих людей, это хорошая зарплата, отличное медицинское обеспечение, теплый офис, много-много наших бюджетных затрат, и вот все эти люди, подчиняясь Прочаковской, занимаются, по сути дела, ничем. Ну, тем не менее, Елена Анатольевна с восторгом нам сообщила о том, как прекрасно работает у нее инцидент менеджмент, и то, что она обрабатывает примерно 8 тысяч обращений за месяц в среднем, немного, прямо скажем, на 61 человека, да еще и на месяц. Разделите, поймете, что они почти ничего не делают там. При этом Елена Анатольевна умолчала о том, что она за время своей деятельности, за этот год, во время деятельности в социальных сетях в особенности, заблокировала десятки тысяч аккаунтов жителей республики Башкортостан, только потому, что они задавали вопросы, на которые ни у нее, ни у Хабирова, в соцсети, которого она ведет, ответов не было. То есть, тактика здесь такая. По сути, сейчас Прочаковская заявляет о том, что количество обращений и жалоб резко снизилось. И, возможно, это действительно так. Но причина эта вовсе не в том, что у нас наступило благоденствие в республике Башкортостан. Причина здесь две. Первое. Люди уже считают абсолютно бессмысленным жаловаться Хабирову или на Хабирова, по крайней мере, Прочаковской. А вторая причина, то, что Прочаковская действительно заблокировала десятки тысяч людей, которые говорили что-то нелицеприятное, Хабирова и ей лично. Но, естественно, тогда жалоб станет меньше. Их вообще не будет, этих жалоб, если, например, ввести штраф или тюремное заключение за то, что человек пожаловался. Тоже вариант, да? Дальше я позволю себе привести несколько цитат из доклада Прочаковской, чтобы проиллюстрировать то, как она вообще видит это все. Очень смешно было то, как она сказала про сельское хозяйство. По мнению Прочаковской, в сельском хозяйстве в республике Башкортостан проблем вообще нет. Напомню, что в этом году не урожай, и объем производства снизился на 10% в сельском хозяйстве. Там нет проблем, по ее мнению, цитирую. Не зная, что уж там делают с жителями, но по теме сельского хозяйства жалоб у нас крайне мало. Конец цитаты. Вот так видит Елена Анатольевна сельское хозяйство. Еще одна цитата. В Бурзианском районе вчера вывоз мусора был 95%. Не выполнили план. Конец цитаты. Да неужели? Жители Бурзианского района, отзовитесь, дайте обратную связь. Там у вас 95% вывоз мусора или как? Еще одна цитата из Прочаковской. Количество обращений по детскому питанию снизилось настолько, что и говорить не о чем. Плакать хочется. Как все прекрасно. А еще, по мнению Прочаковской, самая большая группа в Фейсбуке – это группа Радио Хабирова, где он общается с бизнесом. Аж 34 тысячи участников. Но зайдите в эту группу, посмотрите, какова активность в каждом посте, и вы поймете, что соотношение комментариев, лайков и прочих реакций как бы членов этой группы так ничтожно с той численностью, которую заявляет Прочаковская, что по законам Фейсбука это невозможно. Это говорит о том, что они нагнали туда фейковых участников и теперь гордятся этой группой. Далее Прочаковская стала рассказывать о том, как она ведет в соцсети министров и министерств. И сообщила нам, что у каждого министра должно быть 4 аккаунта в 4 соцсетях, и у каждого министерства должно быть 4 аккаунта в 4 соцсетях, но не все их ведут. Вот примерно так выглядит уровень доверия к всей деятельности Прочаковской, как она сама же его и описала. Она нам сообщила, что 276 аккаунтов есть у республиканских органов власти, и из них только 23 верифицированы. То есть примерно 10% из того, что говорит Прочаковская, это правда, все остальное неподтвержденное заявление. Ну дальше уже Елена Анатольевна унесло окончательно. Напомню, что доклад она, очевидно, готовила дорогому Радио Фаридовичу, а слушать пришлось его Андрею Геннадьевичу Назарову. Соответственно, Прочаковскую унесло настолько, что она заявила, что охват социальных сетей Хабирова за неделю составляет аж 3 миллиона человек. Радио Фаридович, а вы точно глава республики? А вы не блогер случайно? Складывалось ощущение, что Прочаковская рассчитывает на то, что никто ее не слушает и не вдумывается в то, что она говорит. Ну, собственно, что там? После заявлений Зарафудинова о том, что у БСТ миллион подписчиков в соцсетях и 40 миллионов аудитория, конечно, заявления Прочаковской выглядели весьма скромно. Выслушав доклад Прочаковской, Назаров, конечно, был благосклонен, прямо скажем, к Елене Анатольевне, потому что сказал, что большая работа проделана. Всем спасибо. Главным вопросом стало функциональное наполнение. Надо добавлять направление работы. Добавим юридическую и социальную помощь. А также Назаров высказал беспокойство о том, что у граждан не до конца сложилось понимание важности Центра управления регионом. И надо бы организовать туда экскурсии. Сначала водить там всяких журналистов и блогеров, а потом уже и всем дать доступ туда в ЦУР, чтобы люди своими глазами увидели, чем же там занимается Елена Анатольевна Прочаковская. Уважаемый Андрей Геннадьевич, в данном случае я позволю себе обратиться. Боюсь, что именно Прочаковская является источником недоверия населения к вашему замечательному начинанию в качестве Центра управления регионом. Именно то, как Прочаковская обращается с населением, как она выражается, с теми, кто пытается как-то докричаться до Хабирова и прочего, вот именно это, именно сама Елена Анатольевна является источником недоверия к Центру управления регионом. И до тех пор, пока в Центре управления регионом будет царить Елена Анатольевна Прочаковская, грош и цена будет этому Центру управления регионом, и действительно он будет восприниматься как блажь и ненужная организация. Хотя по структуре и по сути подобное заведение, в принципе, наверное, имеет право на существование. Но, повторюсь, без Елены Анатольевны. Повестка оперативного совещания была исчерпана. Напомню, длилась она совершенно неимоверные 2 часа и 7 минут. И в конце Назаров все-таки заговорил о Сидякине. Андрей Геннадьевич как-то странно, неохотно сказал, что почему-то не принято говорить о тех, кто ушел на другую работу. Обычно так редко, когда произносим, кто из коллег у нас куда-то переходит на другую работу. У меня сложилось впечатление, что Назаров Сидякина чуть ли не в последний путь провожает. Но про Сидякина все-таки он скажет. Характеризуя деятельность Сидякина на предыдущей должности, Назаров сказал, что США заслужил ту должность, которую получил. Но тут я действительно соглашусь, потому что чего-то более позорного для чиновника в России, чем должность в партии «Единая Россия», наверное, придумать сложно. Также Назаров сказал одну интересную фразу. Что Сидякин вел работу даже шире, чем его предшественник. Не знаю, означает ли это то, что Сидякин лез куда ни по пути и всюду, но что-то такое саркастическое звучало в словах Андрея Геннадьевича. И вообще надо понимать, что Назаров и Сидякин, конечно, были не друзья. И, конечно, не партнеры. И, вероятнее всего, противоборствующие стороны. И потому, не знаю, что уж так вынудило Назарова говорить вообще о Сидякине. И, пожалуй, что можно было вообще про него промолчать. Но, видимо, таков протокол. Назаров высказал предположение, что теперь у Башкирии будет некая новая особая поддержка в «Единой России». Тут, как говорится, чур меня. Давайте обойдемся без вот этой вот сатанинской поддержки от «Единой России». Но, сказал Назаров и очень важное. Заканчивая обсуждать Сидякина, Назаров сказал, что временным исполняющим обязанности руководителя администрации главы назначен Урал Кельсенбаев. Ну, как говорится, ВИВАТ. Хоть в этом Ради Фаридович послушался нас, меня, многих других, кто об этом говорил. И даже не стал пытаться назначать своего любимого Барданова на должность руководителя администрации главы региона. Мы же понимаем, что эта должность определяется и утверждается в администрации президента Российской Федерации. Мы понимаем, что даже Кельсенбаев это еще не факт. Его там могут не утвердить. Он, конечно, компромиссная фигура, но очень слабая фигура. И в Кремле это должны понимать. А уж Барданов даже рассматривать бы не стали. Так что, в конечном итоге, мы получили некую временную конструкцию. Урал Кельсенбаев въезжает в кабинет Сидякина. На некоторое время получает его рычаги и возможности. Но пока еще не будет полноценным руководителем администрации. Напомню, что Урал Кельсенбаев человек глубоко мурзагуловский. Приведенный Мурзагуловым за руку в администрацию главы региона. И сам Мурзагулов об этом многократно говорил и заявлял. Избавиться от этого ярлыка будет достаточно сложно. Соответственно, Урал Кельсенбаев это еще не факт. Да и компетенции у него, прямо скажем, слабоваты. Есть у нас и хорошие новости. Вчера канал «Открытая политика» преодолел рубеж в 30 тысяч подписчиков. Я действительно этому очень рад. Это какая-то тоже психологическая цифра. Я не знаю, кто был тот 30-тысячный подписчик, который подписался на наш канал. Но мы уверенно движемся дальше. Мы напоминаем вам о том, что больше половины наших постоянных зрителей так и не подписаны на канал «Открытая политика». Почему я не знаю, трудно что ли нажать красную кнопочку или еще какая-то причина. Но, в общем, поздравляю себя и всех нас и вас с тем, что мы уже 30 тысяч плюс. Много это или мало, я проиллюстрирую это простым примером. Если сложить аудиторию YouTube-канала «Правительство Республики Башкортостан», издание «Пруфы.ру», «Эхо Москвы в Уфе» и добавить туда еще пару раз аудиторию всяких баженок, то вот это и будет как раз примерно 30 тысяч человек. Вот мы такие. 30 тысяч подписчиков. Редактор субтитров А.Семкин